Всем привет! В своей деятельности и работе над проектами я постоянно стараюсь развиваться, применять новое оборудование и технологии, попутно делясь этой информацией с вами, и это видео не стало исключением. До недавнего времени все, что я знал о технологии 3D-сканирования, что это дорого. Невероятно дорого и запредельно для обычного человека. И цена на такое оборудование, как правило, стартует от нескольких тысяч долларов и до десятков тысяч долларов за промышленные образцы. Но недавно на меня вышла компания Revapoint с предложением испытать и опробовать в работе их бюджетный 3D-сканер. Недолго думая, я согласился. Было интересно не только потрогать его самому, но и вам показать и рассказать, на что способно данное устройство. Да, сразу скажу, 3D-сканер – вещь достаточно специфичная и будет полезна не каждому, но те, кому она действительно нужна, по достоинству оценят ее возможности и функционал. В моем случае, это версия сканера Revapoint Mini и простенький поворотный столик. Кратко пробежимся по комплектации и приступим к тестам этого чудо-девайса. Первым делом в комплекте нас встречает подробная инструкция. Фирменный мусорный мешок для создания черного фона при сканировании, а также полоска с клеящим составом, чем-то похожим на жвачку. Как я понял, он используется для временного закрепления сканируемых моделей. Маркерные наклейки и доска для калибровки сканера. Несколько проводов для подключения сканера, а также провод для питания поворотного стола. Переходник USB-C на USB. Крепление для телефона. Многофункциональный штатив. Ну и собственно сам сканер. Также имеется образец модели для сканирования. Комплект столика в себя включает. Собственно саму поворотную базу, расширяющую платформу и многоразовую липучку для закрепления этой самой платформы. Для работы с компьютером подключаем USB кабель. После переходим на официальный сайт производителя, где скачиваем, а после устанавливаем фирменную программу. В течение примерно минуты сканер коннектится с компьютером и как только связь установлена, красный светодиод сменяется на зеленый. Сканер готов к работе. Подключаю поворотный стол. Тут можно выбирать скорость и направление вращения. Создаю новый проект. Сканер активируется и включает лазерную проекцию. В данном сканере используется лазер синего цвета. По заявлению производителя он безопасен для человека, но тем не менее специально светить им в глаза я бы не советовал. Для получения хорошего результата с таким сканером важно соблюдать несколько правил. Одно и пожалуй самое основное. Данный прибор любит темноту или полумрак. Сканер не получится использовать на улице при ярком дневном свете, но после захода солнца он будет отлично работать. Также сканируемая поверхность в идеале должна быть однородной и не отражать свет. Идеальный пример такой модели идет в комплекте. Как раз с нее предлагаю начать знакомство с этим сканером. На поворотном столе задаю среднюю скорость вращения, устанавливаю модель, направляю сканер и запускаю процесс сканирования. Для этого достаточно одного полного оборота. Большое число оборотов и как следствие большее количество снятых кадров не способствует повышению точности модели. Одно сканирование, но на близком расстоянии от объекта обеспечит наилучшую точность. Отсканировав модель, можно наблюдать серые зоны, это места, которые не попали в зону сканирования. Для их захвата меняем положение сканера или модели и делаем еще один скан. Для уменьшения шумов и артефактов на будущей 3D модели, задний фон можно закрыть черным пакетом идущим в комплекте. Скан готов, переворачиваем модель для захвата основания. Снова переворачиваем модель и сканируем недостающие участки. Таким образом мы получили 4 различных скана одной модели, отсканировав ее со всех сторон. В зависимости от сложности сканируемой модели, сканов может быть как больше, так и меньше. Теперь наша задача их объединить в одну полноценную модель, но сначала их необходимо подготовить, очистить от шумов и ненужных элементов. Первый инструмент, который я буду использовать, это объединение облака точек. Используется для сбора данных о точках в более полную и точную модель, где необходима хорошая детализация, расстояние между точками выставляю 1,1 мм. Следующий инструмент – изоляция. Удаляет точки и их скопления, которые не имеют отношения к основной модели. Процент степени изоляции подбирается таким образом, чтобы программа по максимуму выделяла ненужные элементы, но при этом не затрагивала основную модель. Все, что светится красным, далее будет удалено. Можно видеть, насколько чище становится модель после данного инструмента. Следующий инструмент, который буду использовать, это обнаружение совпадений. Используется для удаления перекрытий точек. Для лучшего результата можно переменять несколько раз, указывая различные расстояния совпадений. Сглаживание и упрощение на модели, где важна детализация, я стараюсь не применять, во избежание потери мелких деталей. Один скан подготовлен, аналогичным образом обрабатываем и подготавливаем остальные. Обработка больших и сложных моделей может требовать хороших вычислительных ресурсов, а потому чем мощнее ваш комп, тем быстрее будет происходить обработка. Когда все четыре скана подготовлены, их необходимо соединить в одну цельную модель. Для этого есть инструмент объединения. Его можно производить в ручном режиме, выставив на моделях точки привязки. В каких-то ситуациях это может быть необходимо. Но в большинстве случаев эта функция хорошо работает в автоматическом режиме. Выбираем сканы, которые необходимо соединить. Нажимаем просмотр. Если полученный результат нас устраивает, нажимаем применить. Полученную модель снова прогоняем через инструмент изоляции и обнаружения совпадений. Используя инструмент конструкция сетки, преобразуем модель, состоящую из точек, в сетчатую модель. Если на модели присутствуют пропуски, убираем их с помощью инструмента заполнения. Модель готова. Теперь ее можно сохранить или экспортировать в другую необходимую вам программу. Я же сохраняю ее в формате STL, чтобы далее распечатать на 3D принтере. Еще раз хочу отметить, инструмент сглаживания и упрощения модели я не применял, чтобы не потерять детализацию. Открываю модель в слайсере Кура и задаю параметры печати. Толщину слоя печати выставляю 0,1 мм. Решил рискнуть и попробовать напечатать модель без поддержек. Посмотрим, как принтер справится с этой задачей. Печатать буду пылая пластиком на дельта принтере FL Sun Super Racer. Работаю с этим принтером достаточно давно и за это время остался им очень доволен. Если не забуду, ссылку на него оставлю в описании. Спустя час шестнадцать печать завершена. Говорить про детализацию напечатанной модели не вижу смысла. И так прекрасно видно, что она на высоте. Особенно, если принять тот факт, что данная модель получена путем 3D сканирования. Единственное, под носом у модели можно наблюдать небольшую соплю. И то только потому, что модель я печатал без применения поддержек. Я думаю, если распечатать данную модель на фотополимерном принтере, то качество будет еще выше. А сейчас попробуем применить сканер для выполнения технической задачи. Предположим, что необходимо изготовить точную копию какой-нибудь детали. К примеру, вот такой звездочки от цепной пилы. Блестящие металлические поверхности хорошо отражают свет. А потому, чтобы сканер мог их увидеть и отсканировать, необходимо использовать специальный спрей для 3D сканирования. После нанесения он создает белое матовое покрытие, которое полностью растворяется через несколько часов, тем самым не портя и не вымазывая сканируемую модель. Такой спрей удовольствие не из дешевых, и разумеется, у меня на руках его не оказалось. Для подготовки поверхности модели под сканирование буду использовать обыкновенную белую матовую краску в баллончике. Краску наношу равномерным тонким слоем. Краска высохла, модель подготовлена, можно приступать к сканированию. Небольшой, но очень важный момент. При сканировании симметричных моделей, которые имеют большое количество повторяющихся элементов, к примеру, как зубья в данном случае. Сканирование рекомендую производить в режиме отслеживания маркеров, а не функции, как в прошлом примере со скульптурой. Произвожу сканирование в различных положениях. Вот как выглядит процесс сканирования со стороны. Данный 3D сканер относится к сканерам синего структурированного света, который использует для своей работы тригонометрическую триангуляцию. Сканер проецирует серию линейных структур на объект, после чего датчики, изучая края каждой линии в шаблоне, вычисляют расстояние до поверхности объекта. На основании этих данных и выстраивается трехмерная модель сканируемого объекта. При этом, точность сканирования, согласно информации от производителя, может достигать до 0,02 мм. Сканы обрабатываю. Если на модели имеются шумы, которые программа убрать не смогла, их можно выделить и удалить вручную. Подготовленные сканы объединяю в общую модель. Готовую модель отправляю в слайсер, а далее на печать. Звездочку печатал с применением поддержек, которые необходимо удалить. А теперь сравним размеры оригинала из металла и пластиковой копии. Как по мне, результат очень достойный. Честно говоря, для меня до сих пор остается загадкой, как сканеру удается достигать такой невероятной точности. В комментариях под видео про 3D принтер некоторые люди писали, что 3D принтер это игрушка и вещи, которые он печатает не обладают прочностью. Честно сказать, я так тоже думал, пока он у меня не появился и я не убедился в обратном. Если печать производится инженерными пластиками и с правильными настройками, то печатные детали получаются очень даже прочными. Я же печать производил обычным PLA пластиком и с заполнением всего 30%. Разумеется, печатать из пластика столь нагруженную деталь, как приводная звездочка цепной пилы – это полнейший абсурд. Но чисто ради интереса давайте посмотрим, на что она способна или не способна. Немного попилив, можно видеть, что звезда в порядке. Позже, уже за кадром, когда цепь наскочила на гвоздь, из-за ударной нагрузки звезда все же раскололась. Еще одна классная особенность данного сканера – это возможность сканирования цветных моделей. Субтитры создавал DimaTorzok Тут со сканированием я особо не заморачивался, и тем не менее, вот какого результата удалось добиться. Если бы данная модель была бы абсолютно жесткой и не имела в своем составе пружин, то качество сканирования было бы на порядок выше. Такую модель можно смело использовать для экспортов программы 3D-моделирования и скульптинга. Например, Blender, 3ds Max, Cinema 4D и подобные. Кстати, в случае необходимости данный сканер способен работать автономно совместно с телефоном. Для этого нужно установить фирменное приложение, а сам сканер запитать от пауэрбанка. Его я запитаю от самодельного прожектора с функцией пауэрбанка, который работает от макитовских аккумуляторов. Кому интересно, видео со сборкой данного девайса есть у меня на канале. Соединяемся со сканером через Wi-Fi, а после заходим в приложение. Сканер подключен и готов к работе. Кстати, сканировать тело человека с его помощью тоже можно. Ну а сейчас попробуем с рук отсканировать тигель для плавки металла. Он как раз покрыт меловой обмазкой и будет хорошо виден сканеру. Готовый скан импортирую на компьютер, где и произвожу его редактирование. Продуманный интерфейс программы и отношение разработчиков к своему продукту очень порадовало. За то время, что сканер находился у меня в пользовании, несколько раз прилетало обновление на фирменный софт. Видно, что проект живет и развивается. Кстати, его начало было положено несколько лет назад на всемирно известной краунфайдинговой платформе Kickstarter. Под конец видео хотелось бы подвести какой-то итог. Безусловно, эта вещь будет необходима не каждому. Но те, кому она действительно нужна, уж точно знают, как можно ее применить. 3D сканер не даст вам идеальную модель нажатием одной кнопки, но даст отличную отправную точку для дальнейшего редактирования и работы. Основное применение сканера – это снятие сложных форм, которые просто невозможно построить вручную. Лично я поначалу очень скептически относился к этой вещи, но чем больше я познавал ее возможности и функционал, тем больше понимал, насколько сильно я ошибался. В руках грамотного человека и толкового специалиста – это не игрушка, а мощнейший инструмент, способный на многое. Я был по-настоящему рад прикоснуться к какой-то новой для себя технологии. Надеюсь, и вам было так же интересно смотреть это видео, и оно было хоть чем-то вам полезно. Ну а если это так, не забудьте оценить его лайком и комментарием. Все полезные ссылки, как всегда, будут в описании. А на этом у меня на сегодня все. Огромной всем удачи, мира и добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok